14 апреля в армянской прессе появились публикации о том, что премьер-министр Армении Никола Пашиняна жестко проинструктировали во время визита в Германию в начале марта перекрыть параллельный экспорт банковские переводы в Россию и не помогать России преодолевать бремя западных санкций. Согласно источникам из окружения армянского лидера по возвращении в Ириван, Пашинян созвал председателя Центробанка, членов правительства и главу Комитета государственных доходов республики и приказал прекратить помощь Российской Федерации. В итоге армянские компании, имевшие прежде обороты доходы, удовлетворяя спрос на необходимую продукцию, понесли тяжелые убытки. Даже в Ириванском аэропорту был установлен строгий контроль, чтобы летящие в Россию пассажиры не проносили в багаже чипы и аксессуары, необходимые для IT-технологий. Если суммировать события последних месяцев, когда Пашинян отказывает ОДКБ в проведении учений, затем участвует в военных учениях НАТО, будучи членом организации, приглашает на территорию страны миссию ЕС, соглашается ратифицировать римский статут Международного уголовного суда и перекрывает Россию возможность получать через Ириван товары, находящиеся под санкциями невольно. Приходит на ум? Так почему? В Москве все еще так сильны проармянские настроения. До сих пор нет четкой реакции на нарушение Армении и Женевских конвенций при обращении с задержанным азербайджанским военнослужащим и развязанной прежде Ириваном провокацией на условной границе с нашей страной.